Сейчас занимаюсь реконструкцией дачного дома. Делаю его пригодным для круглогодичного проживания. Из вариантов отопления домов выбрал теплый пол из красной пленки. Для меня это единственный и самый подходящий вариант. Далее в видео обосную свой выбор. При разборе пола обнаружил проблемку. Ранее в ролике говорил, что в дом 4 года назад пробрались воришки. Они отжали дверь, и с тех пор там была небольшая щель, по которой стекала водичка на пол. Так что, прежде чем укладывать теплый пол, нужно решить этот вопрос. Сняли две поврежденные плиты USB. И тут 300 микронная пленка вместо пароизоляционной пленки. В одном из роликов ругал застройщика за нее и еще так с умным видом говорил, о чем они думали, когда ее укладывали. Забираю свои слова обратно и извиняюсь. Это отличное решение. Благодаря этой пленке вода не пошла на утеплитель. Он тухой. Фактически все, что нужно сделать, это заменить старый USB на новый. Итак, пол восстановлен, и можно приступить к укладкой теплого пола. Сперва укладываем в качестве подложки теплоотражающий материал. Он создает ровную плоскость и не допускает теплопотерь. Далее укладываем инфракрасную пленку. Подключается она очень просто и питается от 220 вольт. Важный момент. Сколько укладывать пленки на пол? Во многих видео видел, что застилают весь пол в комнате. Кроме мест, где стоит мебель, шкафы, то есть места, где обогрев не нужен. Да и пленку нельзя укладывать в тех местах, где на нее будет что-то давить. Иначе в том месте пленка перегорит и перестанет работать. Выбрал такой вариант компоновки пленки. Скажете, неправильно? Так как до этого сам говорил, что все укладывают полностью, а тут только часть. Если уложить ее полностью на всю площадь пола, то это будет 25 квадратных метров. Это за вычетом кухни, дивана и шкафа. Мощность одного метра пленки 220 ватт. То есть потребление тока будет 5,5 киловатт, что практически максимум выделено на этот дом. Включить чайник уже не получится. Да и 5,5 киловатт это сумасшедшая мощность для 25 квадратов. К примеру, вот инфокрасный обогреватель 450 ватт. Рассчитан на площадь 20 квадратных метров. В моем случае 5 квадратных метров общей площадью, которые выдают 1,1 киловатт тепла. Важно установить терморегулятор под пленку, чтобы он регулировал нагрев пленки и температуру в помещении. Приобрел вайфер регулятор. Через приложение можно выставить температуру пола и к приезду дом уже прогреется, что оказалось очень удобно на практике. Ссылка на регулятор будет в описании к ролику. Сейчас перейдем к испытаниям и проверим, как это работает на практике. Итак, температура в доме, как и на улице, 10 градусов. Включаю подогрев. Сенсор показывает температуру пола 8 градусов. Выставляю температуру 20, до которой нужно разогреть помещение и поддерживать в нем температуру. В местах, где уложена пленка, пол прогрелся до 30 градусов уже через 15 минут, и на нем приятно стоять босиком. Если стоять на место, где нет пленки, то разница очень чувствуется, где 8 градусов, а где 30. Через тепловизор эта разница очень хорошо видна. Так изменилась температура пола через 5 часов работы. Температура в помещении 18 градусов, до 20 не стал дожидаться. В доме стало прямо тепло и комфортно. Нагрев идет в среднем 1,5 градуса в час, и потребление электроэнергии 1,1 киловатта. Фото делал каждый час. Температура пола, где уложена греющая пленка, все время была в районе 30 градусов, а в тех местах, где нет пленки, поднялась с 8 до 12-14 градусов. Теперь почему выбрал такой вид отопления. Зимой делал тесты с камином, и оказалось, с ним больше мороки, чем отопление. Задымление помещения, и дровишки нужно подкидывать, не забывать, каждые 4 часа. Иначе все угли прогорят, и нужно будет заново разжигать. А ночью это по будильнику делать нужно. Важно еще знать меры безопасности, иначе можно отравиться угарным газом. Ранее в комментариях рекомендовали поставить печь каминную, но она не сказал бы, что особо хорошо обогревает. Раньше в деревнях считалось тепло 12-14 градусов, и все ходили в одежде, да и спали в ней. Но мы ведь хотим тепло, как в квартире, чтоб можно было ходить раздетыми и чувствовать себя комфортно. Протестировал такую печь у знакомых. Через тепловизор видно, как у нее распределено тепло. Держит тепло дольше, но к утру выхолаживается, поэтому дополнительно использует электрообогреватель. Газовое топление не рассматриваю, так как скоро оно станет таким же динозавром, как и печное, из-за дороговизны оборудования и водовой эксплуатации его мингазом. Примерная стоимость только проекта газификации дома 5000 долларов, а с котлом, трубами, насосами, батареями все 10 станет. Эти трубки, которые укладываются под стяжку пола, по которым идет подогретая вода, они греют пол и в доме тепло. Если вы уехали и не слили воду, и не продули систему, а ночью мороз на улице, то есть вероятность того, что вода порвет трубки, и позже будет глобальный потоп и прощай ремонт. Конечно, в Беларуси морозы все больше редкость, но все же бывают. Это пример, как остатки воды в трубе порвали металлический кран в этом доме. Да и к котлу есть особые требования. Нужно выделить отдельное нежилое помещение для него, а если такого нет, то нужно построить, что еще дополнительные расходы. Эти требования не безосновательны. Это оборудование относится к взрывопожароопасному, то есть есть риск отравиться угарным газом при неправильной эксплуатации котла. Еще можно использовать электрокотел. Вариант вполне хороший для дома. Его можно разместить дома где угодно и занимает немного места. Средняя стоимость такого пола на дом около 1000 долларов. Но минус такого обогрева – насос. Беда сама не будет по другому циркулировать, а насос создает шум при работе. Еще вариант электроотопления греющим кабелем, который укладывается в стяжку пола. Он обойдется примерно в 200 долларов. Вариант отопления считаю хорошим, но стяжку пола делать желания нет. Поэтому остается вариант с инфокрасной пленкой, которую легко укладывать под ламинат. Стоимость 5 квадратных метров пленки с терморегулятором обошли 110 долларов и заняло один день времени установки его. Благодарю за просмотр! Продолжение следует...